Добрый день, друзья! Сегодня у нас 20 апреля 2020 года. Такая у нас погода сегодня, переменная облачность, температура 28 градусов на 11.37. Сегодня хочу вам показать, как выглядит моя рассада на сегодняшний день. Напомню, посеяна она была 22 февраля. Зашла. Будем считать 50 дней сейчас. Плюс-минус 5 дней. Какая-то раньше зашла, какая-то позже. В общем, 50 в среднем. Хочу вам показать тоже, как она выглядит по сорту. А из-за чего хочу показать? Просто как-то сам искал в ютубе, на этом интернете. Не нашел каждый сорт, как вот на каждом этапе выглядит. Думаю, может кому-то еще интересно поменять. Вот, думаю, надо показать. Так, вот, начнем. Первый номер у меня малиновое пламя. Смотрите, как он выглядит. Это полуиндентотерминантный сорт. Метр сорок, метр шестьдесят высотой. Вот, как он выглядит. Такой вот. На данный момент уже цветет. Уже основной пасынок вылез. Не сажаю за чего их на основное место жительства. То, что обещают нам три дня холодов, думаю, пережду этот период. Потом посажу их в землю. Там уже и ночи будет плюс десять. Короче, нормально. У нас ведь весна начнется после этого кратковременного похолодания. Так, второй номер. Вот он, второй номер. Черная богиня. Так он выглядит. Чердоплодный сорт. Так они все приземистые такие у меня. Вообще не подтянутые. Тоже цветковые цветы. Уже вот кисти, бутончики начали вылазить. Они у меня все закаленные солнцем и температурой. И жарой, и холодом, и ветром. Эх, с самого раннего возраста выношу вот на улицу. То есть, из-за этого они у меня такие. Так, третий номер. Это полосатый шоколад у меня. Так он выглядит. Тоже вот такой вот. Так, крупносортный. Крупноразмерный томат. Индетерминатный. И у него плоды крупные. Так. Четвертый номер у меня. Вот он, малиновое пламя. Вот смотрите, какой он у меня получился. Уже полный рост. Цветет. Какой он там. Это индетерминатный сорт. Неограниченного роста. Вот такой он. В данный момент времени. Это малиновая империя. Это у нас гибрид. Так, пятым номером у меня идет Винтаж. Это сорт. Такие у него листья. Тоже листья картофельного типа. Такой вот этот на сегодняшний день. Стволик толстенький. Тот. Винтаж. То есть. Такой вот. Полосатый. Красивый. Должен получиться. Томатик. Шестым номером у меня идет. Бурая гроздь. Бурая гроздь. Такое ощущение. Как будто он подтянутый. Перед этим видео показывал. Тоже вот у меня есть дублер. Тоже такой. Самый высокий среди них. То есть это сортовые особенности у него такие. А что держу дублеров. Всякое у меня было. То уронишь, то поломается что-то. На всякий случай в двух экземплярах выращиваю. Потом самый лучший, самый подходящий на тот период. Томатик высаживаю в грунт, как говорится. Так. Седьмым номером у меня идет томат Pink Paradise. Это розовый томат. Гибрид. Недетерминатный. Вот он такой вот считается промышленный сорт. Классика. В общем. Вот так вот он выглядит. Долго он не всходил. Он покрытый оболочкой какой-то. И ему, наверное, сейчас 45 где-то дней. Так. Восьмой. Это черный принц у меня. Вот он восьмой номер. Черный принц. Вот такой вот он. Это мой. Его угостили, как говорится. Этим томатиком. Идетерминатный. Черноплодный такой. Видите, какой толстенький у него стебель. На данный период времени. Так. Потом идет у меня монгольский карлик. Девятый номер. Вот он. Монгольский карлик. Вот так он выглядит. Вот они все. Монгольские карлики. Кроме вот того. Вместе с монгольским карликом. Попался какой-то микро томатик мне. Вот оно. Не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим. В общем. Уже стало интересно посмотреть. Что могу сказать по монгольскому карлику. Его можно сожрать и пораньше. Он не вытягивается. Ничего с ним не случается. Вот. Как бы он еще может посидеть. Не знаю. День 10-15 точно. Так. И вот. Мой самый любимый такой балконный томатик. Это красная шапочка. Супер индетерминатный сорт. Сорт именно. Вот он. Уже. Плоды появились у него. Так он выглядит в кашпо. Так вот цветет полный рост. Вот так он в горшке. Вот так цветет мобильно. Надеюсь, с погодой будет все нормально. Уже через неделю я их высажу. Мешки. На свое постоянное место дислокации. Заделал кое-где горчицу уже. В грунт. Как бы все на сегодня. Кому интересна эта тема. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Дальше будет еще более интересно. Всем здоровья. Всем всего доброго. Всем пока.